Добрый день, уважаемые коллеги. Давайте начнем. Уже 16.02. Наш сегодняшнее мероприятие, наша сегодняшняя секция, реализуется в рамках конференции актуальной вопроса терапии внутренних заболеваний и название нашей секции «Пациента-ориентированный подход в оценке медицинской технологии». Меня зовут Халавня Волоскова Мальвинаева, руководитель отдела оценки медицинской технологии Государственного бюджетного учреждения Научно-исследовательского института Организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы. Первым нашим докладчиком выступает Елена Сергеевна Аркова, ведущий специалист нашего отдела. Елена Сергеевна, приглашаю вас к столу. Добрый день, уважаемые коллеги и участники конференции. Я представлю сегодня доклад с названием «Профиль пациента с псориатическим артритом при анализе в фармакоэкономическом ключе». Я являюсь ведущим специалистом отдела оценки медицинских технологий Государственного бюджетного учреждения Научно-исследовательского института Организации здравоохранения и медицинского менеджмента города Москвы, Департамента города Москвы. И будут озвучены результаты двух исследований, которые были основаны на общей тематике. Это пациенты с псориатическим артритом. И, соответственно, здесь пойдет речь о профиле пациента, демографические характеристики, эпидемиологические и их льготное и лекарственное обеспечение. Особенности региональные в сравнении с международными и отечественными статистическими данными. Целью нашего исследования была актуализация и обобщение данных по профилю пациента, как я уже сказала, в Москве с пациентским артритом за 2019-2021 годы. На основе данных льготного лекарственного обеспечения сюда вошли пациенты с подтвержденным документально диагнозом псориатический артрит и получавшие в рамках амбулаторного звена лекарственное обеспечение. В ходе исследования мы должны были ответить на следующие вопросы. Существует ли и какова динамика численности анализированной популяции, в том числе было ли оказано существенное влияние пандемии на данную характеристику, сопоставима ли была когорта пациентов в Москве с общероссийскими международными данными по эпидемиологическим показателям, демографическим и соответствуют ли применяемые по популярности, по статистической характеристике технологии медицинские в лечении пациентов с псориатическим артритом в соответствии с современными международными и отечественными рекомендациями, и каковы особенности самой фармакотерапии, то есть насколько распространены различные схемы терапии, и оказала ли пандемия значимое влияние на льготное лекарственное обеспечение данных пациентов. Если коснуться эпидемиологии, то по данным международных источников распространенность среди основных рематологических заболеваний псориатического артрита стоит на втором месте. По данным нашего отечественного скринингового исследования показали следующие результаты. Псориатический артрит занимал второе место с распространенностью 370 человек на 100 тысяч взрослого населения. Но по данным нашего, по результатам нашего исследования, распространенность оказалась ниже в московской популяции. Это всего 5,1 человек на население Москвы в целом. И если брать распространенность с расчетом на взрослое население, то это 7 человек. Значит, мы можем предположить, что на сегодняшний день достаточно много пациентов остается недиагностированными. Далее. По демографическим характеристикам мы можем сказать следующее. Значит, к рематологическим болезням, способным поражать пациентов в активном трудоспособном возрасте, относится псориатический артрит. И по данным систематического обзора, включавшего результаты 27 регистров пациентов данной нозологической группы, средний взвешенный возраст пациентов с псориатическим артритом составлял 49,7 плюс-минус 9 лет в среднем. Это данные международные. По исследованию нашему, московской популяции, результаты оказались следующими. Средний возраст пациента составлял 57 лет, плюс-минус 10 отклонений стандартно составлял. И в 2021 году отклонение стало более серьезным. Но это связано с подключением больше молодых пациентов, то есть разброс возраста стал больше. И, кроме того, отмечено было, что по международным данным в совокупности преобладала мужская популяция. В нашей, в московской и в отечественной, отмечено, что соотношение между мужчинами и женщинами составляет 3 в 4. Примерно 43% мужчин и, соответственно, 57% женщин. Следующий слайд. Кроме того, к профилю пациентов сейчас достаточно можно больше данных подключить. Соответственно, коморбидность этого заболевания достаточно высокая. И псориатический артрит связан, помимо основного заболевания лечения, еще с достаточно большим распространением их сопутствующих патологий и осложнений. Что сюда относится? По данным исследований, приведенных в патолку и кормон, зачастую проявляются такие сопутствующие патологии, как ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, неалкогольная и жировая болезнь печени, воспалительные заболевания глаз, увиты, воспалительные заболевания кишечника, рак, кожи, депрессии. Следующий слайд. Кроме того, по результатам проведенного литературного обзора можно выделить следующий разброс статистических данных по встречаемости сопутствующих патологий. Здесь на первое место выступают сердечно-сосудистые патологии с результатом до 77,1%. В том числе артериальная гипертензия от 0,4% до 65,3% пациентов встречалась на кардии до 30%, то есть до 21 примерно. Дисепидемии достаточно часто распространены от 16% до 63% сахарный диабет 11 до 15%, заболевания желудочно-кишечного тракта у третьих пациентов, гиперрекемия подагра 5,3% до 6%, ожирение или избыточное масло тела до 48%. Сопутствующим часто заболеванием псориатического артрита является псориаз в 86% случаев и редко встречаются такие заболевания, как УВИД до 3% примерно и заболевания печени до 0,3%. В когорте пациентов с псориатическим артритом, которую исследовали мы, немножко отличались данные. Можно? Следующий слайд. Вот такую мы таблицу вывели из результатов выписанных пациентов для лечения сопутствующих заболеваний лекарственных средств. На первое место у нас выступают препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Это в среднем составляло 21%. Здесь приведены по годам, а мы как бы среднюю цифру получили. Другие заболевания костно-мышечной системы, помимо псориатического артрита, составляли в среднем 13,5%. Кардиоскопулярные заболевания, как видим из этой таблицы, занимали только третье место. То есть в среднем составляло примерно 10%. Воспалительные заболевания кишечника находились уже на четвертом месте, это 9%. Заболевания желчевыводящих путей 5%. Метаболические нарушения эндокринной патологии тоже в районе 5%. Изначально были на небольшом уровне в районе 2% депрессии и эстетические заболевания. И, как заметно, увеличилось число заболеваний депрессиями в районе 16% уже в 2021 году, что, возможно, связано с перенесенными ковидными заболеваниями. Следующий слайд. Относительно льготного лекарственного обеспечения, что можно отметить, что на льготное лекарственное обеспечение, на фармакотерапию влияют суставные и несуставные проявления псориатического артрита. Они обычно определяют выбор лечения, но при выборе также необходимо учитывать и сопутствующие заболевания, и, соответственно, их... насколько они совместимы. Следующее заболевание. Ой, я слайд. Значит, за последние 10-20 лет очень расширился спектр препаратов, которые, возможно, применять для патогенетической терапии данного заболевания ремотологического. Это открытие препаратов ингибиторов фактора некроза опухоли альфа, ингибиторов энтраликина 17-23 и ингибиторов янус киназ. Мы смогли выделить следующие результаты, приведенные в данной таблице. Значит, по выпискам пациентов с псориатическим артритом за 2019 год отмечена группа получавших геноинженерные и биологические препараты и ингибиторы янус киназ, то есть высокозактратные терапии, составляла порядка, группа пациентов, 38,5%. И она выросла к 2021 году, составила уже 44,2%, и, соответственно, удельный вес затрат на эти медицинские технологии также вырос. Но можем отметить то, что с расширением количества пациентов, увеличением численности пациентов, получавших данный вид терапии, незначительно вырос процент затрат, так как их стоимость уменьшалась, хотя расширялся при этом спектр. Здесь приведены конкретные данные по фармакотерапии данными группами препаратов. Значит, что можно отметить? На первое место по сравнению с предыдущими годами, в 2019-2020 вышел препарат наш российский нетокимаб по назначениям пациентам. То есть он вырос на значениях и занял первую позицию в среднем. Именно в результате посмотреть по 2021 году. Остальные препараты, как бы линейка держалась с 2019-2020 года, шел на первом месте устикинумаб, это нарцеп, затем секупкинумаб и на четвертом месте адолимумаб. И к 2020-2021 году ситуация начала меняться с появлением новых препаратов в этой линейке. Появились еще новые препараты из групп геноинженерных. Это иксекизумаб, добавился гуселькумаб, упадоцетениб, и, соответственно, пациенты нашлись, перешли на данные вида терапии. Видимо, в связи с этим несколько уменьшилось количество пациентов на устикинумабе. Следующий слайд. На данном слайде мы видим распределение пациентов по выпискам по основным схемам терапии. Как мы можем заметить, основной, наиболее преобладающими видами терапии за 2019 год можно выделить монотерапию геноинженерным биологическим препаратом, это 17% в среднем, метатриксатом 17% и сочетание геноинженерно-биологический препарат в комбинированной терапии с метатриксатом 6% и метатриксат плюс нестероидный противовоспалительный препарат 6%. Ну и далее, как мы видим, либо одним нестероидным противовоспалительным препаратом 5%, с сульфосалазином 4% и лифлонамидом 3%. Большую долю занимают другие схемы, но там как бы все по единичным назначениям, поэтому мы не распределяли их. Следующий слайд по 2020 году. В 2020 году несколько выросла доля пациентов на монотерапии геноинженерными биологическими препаратами, это почти на 2%. На метатриксате также увеличилось количество пациентов, на монотерапии и на остальных видах терапии также подросли, то есть это геноинженерно-биологические препараты плюс метатриксат и метатриксат плюс МПВП. На других видах терапии сопоставление примерно то же самое, что по 2019 году и 2021 год, мы видим значительный рост монотерапии геноинженерными биологическими препаратами. Это в сравнении с предыдущими годами, где было 17%, стало 23%, на 6% выросло. По метатриксату точно так же уменьшение у нас замечено, то есть было 17%, стало 13%, на 4% снижение. И рост по метатриксат плюс нестероидные противовоспалительные препараты и вырываются в тройку лидеров, даже в четверку, можно сказать, глюкокортикоидами препаратами. То есть достаточно эффективные выбранные схемы, способные купировать проявление псориаза, псориатического артрита одним препаратом, глюкокортикоидом. Видимо, достаточно уже предыдущая терапия проявила результат эффективный и сейчас уже просто идет симптоматики лечения. Следующий слайд. По проведенным нами исследованиям мы можем заключить следующие выводы, сделать. Результаты анализа говорят о сопоставимости изученной когорты пациентов с несколькими незначимыми отличиями от популяции Российской Федерации в целом и международными статистическими данными. Не было отмечено значимым влияние пандемии на систему льготного лекарственного обеспечения. В структуре льготного лекарственного обеспечения выявлено было, что удельный вес пациентов, получавших генно-инженерные биологические препараты и ингибиторов янус киназ, за период исследования увеличился на 5,76% и пополнился еще четырьмя международными номинованиями, такими как нетакимат, гусельмат, эксекизумат, подоцетинит. И более пристальное внимание необходимо в данных условиях уделять расширению арсенала инструментов, способных значимо упростить и более эффективным сделать раннюю диагностику псориатического артрита. Также комплексную оценку коморбидности при выборе рациональной медицинской технологии, позволяющей предупредить развитие или обострение сопутствующих заболеваний и улучшить качество жизни пациентов. Благодарю за внимание. Если есть вопросы, пожалуйста. Елена Сергеевна, спасибо большое. Коллеги, можете есть вопросы? Да. Пожалуйста. На самом деле у меня есть много вопросов. Первый вопрос по третьему слайду. Если можно или нельзя. Вы сказали, что в Москве заболеваемый сертифическим антритом меньше, чем в России. Правильно? Это же в сравнении с Россией. Распространенность. По сравнению с другими. Да, да, да. Распространенность. Да. Еще раз можете прокомментировать, потому что я так понял, что... То есть вот по данным того, какие у нас имеются данные, мы сопоставляем количество популяции, имеющейся, зарегистрированные на сегодняшний день льготников популяции, и сопоставляем с жителями Москвы. И получаем результат. Причем, значит, если взять именно взрослого населения, к аккорту выделить, то вот здесь вот приведены данные, 370 человек на 100 тысяч, это именно взрослого населения. Под результатом 12 регионов. Участвовали 12 регионов. Но это были конкретно люди, которые приходили к ревматологам. Зарегистрированные пациенты. Да, зарегистрированные по разным регионам. Это источник, не привелась сюда, это Галушка и Насонов. По 2017 году результаты были данных. И вот они по скринингам и анкетированию провели примерный анализ по всей России. Но так как в Москве несколько больше населенность, да, и не всегда пациенты могут с псориазом прийти и дойти до ревматолога. Они зачастую оседают у дерматологов на диспансерном учете и долго идут до приема к ревматологу. И, соответственно, задержка составляет где-то в районе 8 лет. Это бесспорно. То есть они просто недоподтверждены еще. Это я понимаю. Нет, это диагностировано. Если это сравнить с ситуацией Москва и России. Вот в целом по России в среднем и в Москве. Я так понял, что здесь ситуация в России, в Москве почему-то, ну то есть по этим цифрам, она более, как бы... Положительная, скажем так. Чем она положительная? Я не понял, чем она положительная. Меньше человек больных на 100 тысяч населения взрослых. Получается, да, что у нас, по нашим данным, это 5 или 7. Если на взрослых, здесь 5,1, у нас 100 тысяч всего в целом населения. Нет. Недодиагностированы? Где больше недодиагностировано? Получается, что... Где больше недодиагностировано? Получается, что в Москве недодиагностировано по сравнению со всей России. Можно так предположить, но в целом... По этим данным... Это трудно так сказать. Связано зачастую с тем, что люди идут как по проявлению данных заболеваний именно самого псориатического артрита. То есть псориаз первично зачастую идет. У 86% больных такой группы проявляется первоначально псориаз. И вот этот дискомфорт ведет людей в первую очередь к дерматологам. И они там уже начинают получать какую-то терапию, в том числе глюкокортикоиды. И те начинают немного отсрачивать результат проявлений, артритных именно проявлений, когда маскируется развитие. На мой взгляд это так происходит. Возможно, что они просто не доходят дальше. Вот в моем вопросе. На самом деле про глюкокортикостероиды тоже у меня вопрос. Насторожила меня эта ситуация. Потому что объяснение логического, что это позитивное изменение последнего года, скорее всего, есть какие-то предположения, которые нужно дальше изучать, рассматривать. Но по большому счету использование глюкокортикостероидов, тем более в монотерапии, у пациента с патриотическим артритом, может вести за собой отдаленные нежелательные явления. И это известно, ухудшение по всем фронтам. Если уж так можно сказать. И еще другой тогда у меня вопрос. По поводу динамики. Там у вас был слайд, в котором была представлена динамика за несколько лет, изменение доли пациентов, которые получают ГИБП и затраты. Но не представляю, насколько изменилась, скажем так, удельная затрата, стоимость на одного пациента. То есть меняется ли в среднем она в меньшую или в большую сторону, либо она остается постоянно. Сюда не включены были данные. Да, я рассчитывала такой показатель, как средние затраты на пациента. И да, действительно было отмечено, что в 2020 году несколько затраты выросли. Но на сегодняшний день затраты снизились и составляют примерно на том же уровне, как и в 2019 году. С чем можно связать? Это с тем, что сами стоимости препаратов геноинженерной терапии снизились биологически. То есть не с тем, что меньше их стали выписывать, а именно сами препараты стали несколько дешевле для пациента. Вот такая тенденция тоже положительная есть. Ну и тут еще один вопрос, который тоже в этом же слайде насторожил у меня, то, что 40% пациентов получают ГИБП при апсиатическом отрете. Если сравнивать, допустим, с какими другими, тем же самыми травматологическими заболеваниями, которые здесь представляют. Это очень высокая цифра, очень много, 20, в смысле 40% получают ГИБП из всех пациентов. Ну, как бы вот обычно это 5, 6, 10% может быть. Почему? Потому что эти препараты, в общем-то, назначаются уже не в первой линии. То есть это уже после того, как проведены несколько линий терапии с применением базовых противовоспалительных препаратов. Ну вот смотрите, вы отметили достаточно высокую распространенную здесь назначение. Да, она есть. Но вот если сравнивать по проведенному нам исследованию данными, приведенными в регистре голландском, то там тоже около 40%, 37% с небольшим процентом составляло именно препаратов пациентов на геноинженерной биологической терапии. То есть мы не настолько сильно отличаемся от в среднем статистике. Насколько эффективны препараты именно данной группы? Здесь даже вопрос не бы эффективности. Да, я понимаю. Ну, то есть это как бы, да, бьется, скорее всего, то, что вы говорите с данными зарубежными, да. Но все-таки можно предположить, здесь нужно, опять же, разбирать ситуацию на перспективу, может быть, интересно быть. И такой аспект, который связан с тем, что могут быть терротическим артритом пациенты, которые выявлены и получают терапию, уже в более продвинутых, скажем так, стадиях. То есть у них активность заболевания гораздо выше, чем, допустим, у тех пациентов, которые лечатся от рематоидного артрита. И бывает, опять же, сочетание рематоидного артрита с псориатическим артритом. Ну, мы говорим, что это и есть псориатический артрит, да. Важно, псориаз. Несколько, да, все-таки отличаются проявлениями, но они могут сопутствовать друг другу, и данный пациент может включаться и в ту категорию льготников группы рематоидной артриты, которые сопутствовали именно рематоидные заболевания. Ну, вот у меня они в группе были около 10%. Там в целом не рематоидный артрит, а все остальные хвостно-мышечные заболевания, кроме псориатического артрита. Спасибо. Спасибо большое, Елена Сергеевна. Мне кажется, это был очень интересный доклад. И вот этот вопрос, который остался еще на слайде, почему так сильно различается заболеваемость в России и заболеваемость в Москве, мне кажется, это вопрос, который нужно нам обсудить с Аленой Игоревной, почему она так считает, и это интересная тема для статьи, тезиса, доклада. Поэтому я предлагаю связаться с нашим главным штатным специалистом города Москвы и этот вопрос понять, потому что это реально интересно. Мне кажется, еще тут, возможно, влияет доступ московских пациентов к частной медицине, то есть они не попадают в льготное лекарственное обеспечение города Москвы, а они лечатся в частной медицине. Возможно, это тоже влияет, или в других, например, в каких-то других медицинах, например, каких-то ведомственных, предположим. Но этот вопрос, я думаю, интересно было бы задать ревматологам. Спасибо большое. Еще раз следующий докладчик Дмитрий Анатольевич Андреев. Это ведущий научный сотрудник научно-клинического отдела нашего института, нашего сейственского или братнего отдела. Ничего страшного. Да, добрый день всем. Уважаемые коллеги, известно, что онкосклининг направлен на выявление злокачественных новообразований на самых ранних стадиях, до появления клинических симптомов, когда назначаемое лечение способно привести к наиболее благоприятным исходам. Точная скрининговая диагностика опухолевого процесса необходима для своевременного подбора недвализированных пациент-ориентированных рекомендаций. Важно сказать, что конечные эффекты скрининга рака трудно оценить путем проведения рандомизированных контролируемых клинических исследований и часто крайне затруднительно провести сравнение результативности нескольких различных стратегий скрининга в реальной практике. Наиболее ценную информацию можно получить, проведя моделирование ассоциаций сценариев скрининга с другими медицинскими регистрационными данными. Например, изучение связи данных, содержащихся в медицинских информационных системах, включая канцерегистры с наборами сведений, касающихся процедур скрининга, позволяет получить важную информацию о влиянии внедряемых программ скрининга на показатели ранней диагностики рака и выживаемости онкологических больных. Моделирование последствий интервенционных вмешательств в онкологии, включая скрининг, подразумевает применение в том числе наборов инструментов, обозначаемых общим собирательным термином математической онкологии. Математическая онкология – это использование математики, моделирование и имитации в целях исследования онкологических заболеваний. Это новая область знаний. Она является и, можно сказать, одновременно новой и старой. Математическая онкология, которая исторически была под дисциплиной математики, в текущее время превращается в подраздел самой клинической онкологии. Специалисты в сфере математической онкологии являются представителями различных профессий, включая специалистов в сфере здравоохранения, инженерии, информатики, медицинской физики и так далее. Общая цель – синергии специалистов из разных областей – эффективное использование современных вычислительных и теоретических инструментов для борьбы со злокачественными образованиями. Участники консорции по моделированию исходов интервенционных вмешательств показатели онкомониторинга разрабатывают гибкие мультикоритериальные модели онкологических заболеваний, в состав которых включен в центральный модуль, отражающий естественное течение рака. Целью моделирования является разработка инструментов поддержки и принятия решений в системе здравоохранения. В большинстве моделей СИСНЕТ используется микросимуляция или в переводе микроимитация. При микросимуляции моделируется большое число индивидуальных историй развития онкозаболеваний под тем анализом результатов мониторинга пациентов на протяжении всей жизни. В описательном категории истории жизни человека могут включаться такие события характеристики, как год рождения, кумулятивные показатели факторов риска развития рака, возраст, на момент которого отмечались доклинические признаки рака, возраст на момент проявления характерных симптомов прогрессирования, вместо статического распространения рака, обстоятельства выявления рака, путем скрининга или в результате выраженных клинических симптомов, характеристики проведенного лечения, оказанной медицинской помощи, наступление смерти от рака или других причин. Путем анализа исходов по конкретным наблюдениям пациентов модели позволяют получить представление о динамическом изменении роли причинных факторов риска рака и модификации инфрационных вмешательств как в естественной исторической популяции, так и при реализации гипотетических сценариев. Так выглядит визуализация общих рабочих процедур ССНЭП. Получение индивидуализированных имитационных моделей по сути является сердцем ССНЭП. Обычно сознательно разрабатывается от 3 до 6 различных моделей, и нет необходимости создания совершенно идентичных моделей. Моделируется история с учетом и без учета инверсионного вмешательства. Следуя отмечеству, естественная доклиническая история онкологического заболевания, конечно, не может быть зарегистрирована напрямую, но возможно получение непрямых сведений, базирующихся на информации о скрининговых аутопсиях и других исследованиях, частично отражающих естественную историю заболевания, что в целом является сложной проблемой, которая сжатся с нэнс-премоделированием. Поэтапно моделируется постклинические характеристики рака. Моделирование рецидива и последующего лечения также являются сложной задачей, поскольку отдельные источники публиционных данных до сих пор отсутствуют, хотя естественная доклада значительные усилия для проведения исследований в данной области. Затем моделируются исходы рака. Пример разработки модели для рака молочной железы реализуемой СИСНЭТ в последние 20 лет. Рабочая группа СИСНЭТ по раку молочной железы разрабатывает 6 многоуровневых микросимуляционных или аналитических моделей. Модели СИСНЭТ генерируют широкий набор показателей пользы и вреда отопоходов к применению скрининга, а также отдельных терапевтических алгоритмов. На слайде отображены общие выходные параметры в моделях СИСНЭТ для рака молочной железы. Следующий слайд. Рабочая группа СИСНЭТ по РМЖ предоставила количественную оценку ассоциаций скрининга с сокращением смертности от РМЖ. На основании результирующих оценок по всем шести моделям было обнаружено, что применение новых вариантов одевантной терапии приводит к лучшим показателям общей смертности обусловленной РМЖ, чем инновации скрининга в период с 1995 по 2012 год. В частности, в 2012 году снижение смертности состоялось в 49%, при этом в 63%. 37% от этого снижения ассоциировалось с лечением и скринингом, естественно. 63% ассоциировалось с лечением, 31% был связан с применением химиотерапии, 27% с эндокринной терапией, 4% с назначением трастозумаба. Сравнительные показания влияния скрининга и лечения на снижение смертности варьировали в зависимости от молекулярного типа опухоли. Например, при эстрогенном рецепторе негативным, херба негативного рака, влияние проведенного лечения всегда оказалось меньше по сравнению со скринингом, что отражало отсутствие эффективных опций лечения пациентов с этим по типу опухоли. Дальше, пожалуйста. Специалистами СНЭД были рассмотрены несколько случаев, когда негативные факторы риска взаимодействия с факторами на уровне системы здравоохранения, влияя на исходы. Было обнаружено, что женщины с повышенным риском из-за положительного семейного анаблоза, полигенного риска или того и другого одновременно получают значительную пользу от начала скрининга в более раннем возрасте. Также показано, что учет индивидуальных рисков при разработке сценариев скрининга приводит к значительному снижению числа ложноположительных результатов по сравнению с рекомендациями по скринингу Американского онкологического общества для всех женщин. В целом, было обнаружено, что использование факторов семейного анаблоза рака молочной железы и полигенного риска с целью адаптации стратегии скрининга на системном уровне позволяет предотвратить больше смерти от рака молочной железы и продлить жизнь. Результаты согласовывались между двумя моделями, при этом наибольшая вариабельность наблюдалась при оценке показателей гипердиагностики. Путем применения двух моделей также были проведены оценки клинической пользы вреда, ассоциированных с рекомендациями по скринингу для группы пациентов с уникальными индивидуальными характеристиками. Пациенты, перенесшие рак в детстве, получавшие лучевую терапию, подвержены высокому риску раннего наступлению смерти от срочных эффектов лечения, включая последующий рак молочной железы. Приблизительно 30% женщин, перенесших рак в детстве и проходивших лучевую терапию на области груди, развивается рак в период до достижения 50-летнего возраста. Такой же уровень риска наблюдается в носителе БРК-1 инвентации. Несмотря на рекомендации рабочей группы по детской онкологии, включающей ранее начало, начиная с пяти лет скрининга РМЖ по термомографии и выполнению артера молочной железы для перенесших рак в детстве, приверженность этим рекомендациям на практике остается низкой, частичной, за недостаточной изученности пользы вреда от такого сценария. Специалисты СНЕТ обнаружили, что раннее начало скрининга в изучении группы пациентов позволило бы предотвратить не менее половины числа ожидаемых смертельных исходов обусловленных РМЖ. Следующий слайд. Моделирование влияния двух факторов возраста и плотности ткани молочной железы является примером моделирования, включающего взаимодействие между всеми тремя уровней факторов, влияющих на исходы больных раком молочной железы. Результаты моделирования демонстрируют, как переход от стратегии проведения мемографии каждые три года к проведению мемографии каждые два года в меньшей степени повышает соотношение вред пользователей, переход от стратегии применения мемографии каждые два года к одному раз в год. Это соотношение вреда и пользы оказывалось выше среди женщин с разрозненными фиброзно-железистыми гетерогенно-плотными типами тканей молочной железы, чем для женщин почти полностью жировыми или чрезвычайно плотными молочными железами. Для женщин старшего возрастной группы отношения вред пользы оказывались эквивалентными в сценариях проведения мемографии каждые два и три года. По мере совершенствования технологий скрининга, например, путем внедрения цифрового томосинтеза планируется провести дальнейшую оценку эффективности альтернативных сценариев скрининга и их влияние на баланс между пользой и вредом, принимая внимание взаимодействие между этими процессами на уровне системы здравоохранения уровня, включающими характеристики опухолей и негидуальные характеристики пациента. И заключительный слайд, пожалуйста. Таким образом, можно сделать вывод, что откаллигурованная вальдированная модель способствует созданию перспективных инструментов поддержки принятия решений специалистами сферы здравоохранения по темам обеспечения правильной оценки вреда и пользы от широкого применения программской имени. Имитационный моделированный симуляшн моделин позволяет восстановить связь между инновационными достижениями в исследованиях качественных образований и более эффективными стратегиями их внедрения с целью получения максимальной пользы от общества, уменьшения вредных последствий, снижения экономической нагрузки на инвестиционном уровне. Спасибо за внимание. Если у кого-то есть вопросы, то можно задавать в чат. Спасибо, Дмитрий Анатольевич, за очень интересный доклад. У меня есть вопрос, прежде чем попрошу Александра задать его вопросы. Дмитрий Анатольевич, каким образом Вы нашли те публикации, на которые ссылались в Вашем докладе? Это был литературный обзор или какие ключевые слова Вы использовали? Почему я спрашиваю? Потому что отобрать, наверное, те публикации, на которые стоит ссылаться по так популярной теме, очень сложно. Да, действительно, отобрать публикации очень сложно, поэтому применялся разносторонний подход. Применялась система Google, подметы, подробно все это описано в статье, которая сейчас под множеством будет опубликована, Вы можете с ней ознакомиться по мере того, как она выйдет в свет. Спасибо. Спасибо. Александр Геннадьевич, у нас вопросы? Спасибо большое. Доклад очень интересный, мне очень понравилось. И, в общем, направление перспективное, и название интересное про математическая онкология или онкологическая математика. То, что Вы затронули, где-то в начале Вашей презентации, вопрос, связанный с изучением причинных факторов. То есть, есть ли у Вас уже какая-то информация, насколько далеко это продвинулось? Причинных факторов, прошу уточнить вопрос, чего? Онкогенных факторов, патологических факторов, патогенетических факторов? Да, да, да. Причинные факторы, то есть прозвучало такое слово. Причинные факторы развития, видимо, закачанных образований. Или рака молочной железы конкретно? Вероятно. Очень спасибо. Да, спасибо. Очень интересный вопрос. На самом деле, факторы бывают эндогенные и экзогенные. То есть, это всегда взаимодействие между генетическими факторами, эндогенными факторами окружающей среды. То есть, такое типа взаимодействие приводит к формированию фенотипа, то есть проявления либо проявления каких-либо заболеваний. То есть, либо это здоровый фенотип, либо это на почве такого взаимодействия развивается патология. Нет, имею в виду, что если мы говорим про математическую часть, то есть, именно математика точная, там есть цифры, правильно же? Соответственно, можно в цифрах сказать, насколько тот или иной фактор является предопределяющим, либо комбинация каких-то факторов в той или иной степени все-таки являются причинными. То есть, в той или иной степени действительно можно подтвердить их причинно-следственную связь. Либо комбинацию этих факторов каких-то, плюс изучение новых факторов. И динамику в том числе. Под новыми факторами бывают факторы канцерогенеза. То есть, самый широко известный фактор это табакокурение. То есть, когда в зависимости от количества выкуренных, скажем, пачек сигарет в год, может развиваться или не развиваться онкология. Но если будете конкретно точно говорить о цифрах, то сейчас готовится публикация, она вынецвет. То есть, будут рассмотрены как и общие факторы. То есть, хорошо известные токсикогенетические факторы. То есть, буквально влияние даже, скажем, микробиоты организма человека, в котором содержатся микроорганизмы, обладающие канцерогенными свойствами. Вот. И ряд, как говорится, ну, других, скажем, факторов. Если говорить конкретно о цифрах, то они будут представлены в соответствующем влиянию. Да, да, спасибо большое. Это очень интересно. И другой тогда вопрос на следующий. Вот вы говорили про модели, в общем-то, такие популяционные, насколько я понял, общепопуляционные, связанные там с выявляемостью, связанные со скринингами и так далее. Вот. И не нашли ли вы, случайно, в вашем обзоре, в вашем проекте исследовательском, моделей каких-то более-менее стандартизованных, которые помогают отследить именно течение и исходы заболевания онкологического. Потому что известно, что, в общем-то, заболевание онкологическое уже после того, как оно выявлено, и начата химиотерапия, да, или какая-то современная, там, таргетная терапия, есть вероятность развития как личного смерти, так и рецидива или прогрессирования, в зависимости от того, какое-то злокачественное образование, это по-разному имеет свою терминологию, да. Но, есть ли в этом какая-то общность, либо вообще это, как бы, был ли это предметом вашего исследования, скажем так? Очень запутанный вопрос, но, тем не менее, с того, что я понял, хочу сказать, что действительно модели, они разрабатываются такого рода, то есть какие могут быть варианты развития, то есть рецидив, смертельный исход, или человек живет какое-то количество времени, действительно, алгоритмы стараются делать более персонифицированными в настоящее время, да, то есть когда алгоритм подбирается индивидуально на основе геномного анализа, то есть когда создаются геномные центры, собираются генетические материалы, да, то есть биопсийный материал, скажем, первичные опухоли, метастазов и так далее, на основании анализа этого материала, даже не гистологического анализа, а именно генетического анализа, подбираются те или иные виды лечения, например, даже при разных видах онкологических заболеваний, то есть рак яичника, то есть рак молочной железы, известный бракам мутации и однотипные препараты, потому что там одинаковые мутации могут быть эффективны, то есть лечение, алгоритмы лечения и модели, они сводятся к тому, чтобы как можно ближе персонифицировать терапию к конкретному пациенту с целью улучшения эффективности лечения и снижения действия, снижения побочных эффектов, да, то есть инверсий минус. Вот, модели такого рода, конечно, создаются, они носят более индивидуализированный характер, то есть когда берется усредненный пациент тоже, скажем, да, по той или иной генетической картине и по ней уже можно будет устраивать тот или иной режим или алгоритм лечения. То есть в первую очередь анализируются геномные факторы, скажем так. Ну, это в будущем, это не сейчас происходит, но как бы на это нацелено, как бы развитие. И нужно понимать, что не только геномные факторы, да, имеют значение, есть и факторы транскриптомные, метаболомные и прочие виды анализов, которые в будущем будут все больше и больше отвечать персонифицированным алгоритмам лечения. Ну, это очень, конечно, интересно и перспективно на будущее, но мы сейчас вот сталкиваемся с симуляционным моделированием и другими видами моделирования событий все-таки с позиции проведения фармаэкономических исследований. и, конечно же, здесь подход, который связан с перспективными моделированиями индивидуализации терапии, он может быть рассмотрен как одна из направлений, но я думаю, что он не может быть рассмотрен как он, это единственное направление проценифицированность, потому что тратить дорогостоящую иммунотерапию на пациента, которому он не поможет, совершенно бессмысленно. Да, конечно, но критерии эффективности, которые в клинических исследованиях чаще всего используются, кроме ответа на терапию, это общая выживаемость и это выживание беспрогрессировано. Соответственно, на основании этих критериев может быть составлена модель, но эта модель больше применяется для каких-то оценок, в том числе и моделей других, моделей, моделей. Спасибо большое. Еще такой вопрос все-таки у меня остался, мне просто как обыватель он интересен, связанная в конце презентации была взаимосвязь между плотностью состава ткани молотной железы влияние на дальнейшем развитие злокачественного образования. Я просто не клиницист, мне просто интересно, каким образом изучить плотность тканей и состав тканей, насколько это просто сделать? Существуют методы визуализации, методы визуализации на первичной визуализации основываются плотность тканей, в которой можно лучевой диагноз, например, специалист по диагностике может это понять, потом биопсия, провести биопсию и тоже выявить. Грубо сказать, предположить, какой состав, можно уже даже на основании маммографии, сделать маммографию и понять, что там плотность какая-то железы, но чтобы детально ее изучить, нужно проводить функцию. Кажется, это больше вопрос МРТ сейчас обладает большими потенциалами, которые уже могут быть использованы в клинике. Мне кажется, это больше вопрос к клиницистам или к людям, которые настраивают машин лернинг, которые используются Я думаю, что степеничка точки зрения я абсолютно ответил на ваш вопрос, но вы, конечно, можете ознакомиться в руководствах соответствующих и так далее, если вам это очень интересно и представляет дальнейший интерес с точки зрения фармакоэкономического анализа, то есть, как воздействуют лекарственные средства уже при том или ином гистологическом виде, хотя, как я уже объяснил, что не гистология в будущем будет определять, а генетический фактор выбора терапии. Спасибо большое. Дмитрий Анатольевич, спасибо большое за очень интересный доклад и дискуссию. Следующий доклад у нас Евгений Алексеевич Чулчинин. Евгений расскажет про легочно-артериальную гипертензию. Евгений? Да, добрый день, меня зовут Евгений, я специалист отдела оценки медицинских технологий научно-исследовательского института организации здравоохранения медицинского менеджмента. В сегодняшнем докладе я разберу некоторые особенности московской популяции пациентов с первичной легочной артериальной гипертензией, тяжелого заболевания, состояние гемодинамического, которое без вмешательства, без коррекции имеют очень плохой прогноз. Следующий слайд. Для начала нужно разобраться, что такое лак. Лак это генодинамическое патопизиологическое состояние, характеризующееся повышенным следующий слайд, повышенным средним давлением в легочной артерии выше 25 миллиметров портутного столба в покое и относится к числу орфабных заболеваний, однако как состояние может быть ассоциировано с пороком сердца, системным заболеванием соединительной тканью, ВИЧ-инфекцией, шестостомозом и индуцировано приемом лекарственных препаратов или токсинов, которым можно отнести прием методом витаминов, токсического рапсового масла и прочих. следующий слайд. Идиопатическая легочная артериальная гипертензия традиционно это заболевание молодых женщин без сопутствующих патологий. Средний возраст по данным Национального института здоровья Соединенных Штатов составляет 35 лет. Соотношение женщин и мужчин 1,7 к 1. С другой стороны, в Европейском регистре Компера доля пациентов с идиопатической легочной артериальной гипертонии в возрасте старше 65 лет превысила 64%. Соотношение женщин и мужчин также остается 2 к 1. По данным британских реестров распространенность заболеваний составляет 97 человек на 1 миллион популяций и соотношение женщин и мужчин 1,7 к 1. Следующий слайд. Значит, пациенты. Источником для ретроспективного анализа пациентов послужили данные Центра лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения города Москвы. В котором были указаны пациенты, рецепты, которые были выписаны и, соответственно, те препараты, которые были по этим рецептам отпущены в период с 2010 по 2021 годы. Следующий слайд. Таких пациентов было зарегистрировано всего уникальных 396 человек. На этом слайде видно, что в 2015 году произошел всплеск в выявляемости пациентов СЛАК, что, в общем, связывается, вероятнее всего, с совершенствованием методов диагностики, критериев диагностических и инструментария. В 2010 году таких пациентов было выявлено всего 8 человек, а в 2015 уже 125 человек, что, в общем, приближает нас к мировой практике, к распространенности мировой. Черным светом выделены соотношения мужчин и женщин. Опять-таки, в 2021 году мы пришли к общим мировым тенденциям выявляемости. Следующий слайд. Вместе с ростом выявляемости таких пациентов естественно растут и затраты. В 2021 году общие затраты на лекарственную терапию таких пациентов составили 300 миллионов рублей. Причем растет как общие затраты, так и затраты на средние затраты на одного пациента, которые в 2021 году составили 1,8 миллиона на одного человека в среднем. Следующий слайд. На этом слайде представлена диаграмма изменений среднего возраста выявленных пациентов. Это зеленые столбики. В 2021 году средний возраст пациентов составил 38 лет. Опять-таки, черным и представлены мужчины желтым женщины в абсолютных числах пациентов. Следующий слайд. Если рассматривать пациентов по возрастным группам относительно трудоспособности, то основную часть важную занимают естественно трудоспособные иллюзии, это черная линия на графике, это пациенты в возрасте от 18 до 64 лет. Ну и соответственно тоже необходимо помнить о несовершеннолетних и пенсионерах, это зеленая и желтая линия на диаграмме соответственно. Следующий слайд. Теперь можно поговорить о препаратах. Мы рассматривали в этом исследовании только лакоспецифическую терапию, лекарственную терапию, несмотря на терапию коморбидных состояний и использование изделий медицинского назначения. Следующий слайд. Первым препаратом наиболее исследовательным и наиболее широко применяемым для лечения лак это препарат Базонтан неселективный органист рецепторов эндотелина. Как мы видим препарат рост назначения этого препарата продолжается до 2018 года. С 2018 года идет трансное снижение как числа пациентов на этом препарате так и количество выписанных упаковок что связано с использованием препаратов нового поколения амбрезентана он по-моему через два слайда вперед амбрезентана и мацетентана еще чуть-чуть подальше. Дальше вот здесь явно видно что препарат понравился врачам в практике потому что это был первый специфический препарат препарат секундочку препарат который был слово потерял никак не могу создан с большей специфичностью к ткани легких вот так правильно сказать соответственно его профиль безопасности эффективности гораздо выгоднее отличается от предыдущих поколений от базентана и абрезентана ну и собственно вот сейчас мы видим тренд на рост выписываемых упаковок мацетентана нужно наверное вернуться на слайды на 4 к салдинофилу вот стоп еще один важный препарат в арсенале врачей это салдинофил препарат это безальтернативный препарат в классе ингибиторов фосфодиэстеразы по показанию легочная артериальная гипертония что связано с его очень хорошим профилем безопасности с малым количеством побочных эффектов однако мы видим что препарат эффективно чрезвычайно хорошо выписывался до 2016 года и с 2016 года ведет на спад причем количество пациентов которые принимают этот препарат остается приблизительно на одном уровне но количество упаковок снижается что связано с тем что на рынок вышел препарат риоцегуат чуть-чуть вперед да в 2016 году выходит препарат и начинает назначаться активно риоцегуат у него стоит в нежелательных лекарственных взаимодействиях салдинофил поэтому с ростом назначения риоцегуата падает количество назначаемых упаковок салдинофила еще одна группа важная это химический стабильный аналог простоциклина и лапрост по-моему чуть назад должен должен быть вот он он применяется в ингаляционной форме это для большей специфичности к легочной ткани и вместе с ним с 2020 года начинает использоваться препарат селексипак чуть дальше с 2020 но даже за два года видно что активно идет рост назначаемых вернее количество пациентов которым назначается селексипак и количество выписанных упаковок но собственно говоря краткий обзор по используемым препаратам пациентам считаю закончен можно перейти к выводам начиная с 2015 года выявляемость пациентов с легочной артериальной гипертонией вышла на стабильные значения пришла к мировым уровням продолжается тенденция к росту выявляемости таких пациентов и важно отметить что за 12 лет число препаратов с показаниями к лечению легочной артериальной гипертонии утроилось начинали в 2010 году только с двух лак-специфичных препаратов эпидемиологические показатели легочной артериальной гипертонии в Москве соответствуют мировым практикам у меня все спасибо большое Евгений Алексеевич у меня вопрос с чем связано может вы знаете изменение в диагностике которое произошло то есть как насколько стало по-другому диагностироваться лак мы видели что очень сильно изменилось методика вы знаете какая была до какая стала после может изучали этот вопрос мне трудно сказать сейчас без консультации с нештатными специалистами могу гипотезы какие-то ну я думаю что это будет сейчас излишне давайте я лучше подготовлю ответ на этот вопрос да получается что тоже как и в псориатическом артрите этот вопрос у нас интересен насколько сильно изменилась диагностика я думаю что это тоже интересно изучить этот вопрос с ГВС московскими и тоже подготовить публикацию на этот счет спасибо большое может еще есть вопросы спасибо большое мне очень интересно и немножко не хватило мне понимать так уж мы все-таки обсуждаем оценку коммунистических технологий а компонентом немаловажным являются затраты оценки технологий то есть мне интересно насколько сильно в динамике вот это изменение структуры потребления лекарственных препаратов выхода новых лекарственных препаратов изменение парадигма диагностики данного заболевания насколько увеличились либо изменились структура скажем так затрат на этих пациентов то есть насколько время для бюджета допустим если мы рассматриваем в данном случае бюджет системы лекарственного обеспечения города Москвы насколько сильно изменил свое скажем так отношение к этим лекарственным препаратам есть ли предположения может быть встречали но можно вернуть слайд с структурой да чуть назад я остановлю стоп вперед еще но зеленая это совокупные фактически ежегодные затраты на льготное лекарственное обеспечение в целом по всем пациентам ну то есть в десятом году таких пациентов было всего восемь и на каждого из них потратили по 580 тысяч условно совокупные затраты составили 4,6 за 11 лет ну сколько это можно посмотреть 1,8,6 это более чем в 3 раза изменились увеличились более чем в 3 раза затраты на одного пациента только на льготное лекарственное обеспечение лак-специфичной терапии не без учета сопутствующих коморбидных заболеваний состояния прошу прощения структура так вот я интересно тоже это связано опять же с изменением лекарств одни препараты появляются появляются более дорогостоящие препараты или появляются сопоставимые препараты в плане на год терапии на год терапии где-то 1,5 миллиона рублей на год терапии на пациента в Москве приходится да расширение спектра препаратов ведет за собой увеличение возможных схем комбинирования препаратов соответственно дорогостое комбинируется с другим дорогостоем и мы получаем вот в общем-то такие большие цифры я ответил конечно конечно это интересно и интересно в дальнейшем посмотреть насколько эти затраты оправданы их влиянием на клинические исходы и относительно типическую ценность да мне было тоже очень интересно это посмотреть спасибо спасибо большое Евгений Алексеевич спасибо Александру Геннадьевичу за вопросы и плавно переходим к терапевтической ценности которая является основной темой доклада Александра Геннадьевича Александра Геннадьевича спасибо большое уважаемые коллеги уважаемые председатели спасибо большое организаторам за возможность рассказать про продвижение по нашему непростому пути который мы сами выбрали для себя и который нашел уже позитивный отзыв в лице практического здравоохранения и в лице отдельных специалистов департамента здравоохранения но и пациентского сообщества в том числе и в лице представителей его и пациентских организаций и руководителей с методикой в общем-то мы знакомили вас уже неоднократно а сейчас мы в большей степени остановимся на сложностях и вопросах которые возникли при разработке программного обеспечения потому что программное обеспечение необходимое для сбора данных обработки и представления результатов в общем-то собственно та машина тот алгоритм тот инструмент который должен быть у специалистов у людей которые принимают решения ответственных для того чтобы можно было максимально объективно и разумно принимать решения по управлению арсеналом используемых лекарственных препаратов и сейчас в общем-то уже следующий пройдемся по сути общего алгоритма этого инструмента и тому в общем-то шаг за шагом как он будет выглядеть пока что на данный момент в той версии в которой мы имеем и какие-то вопросы с которыми мы сталкивались на этапах разработки и возможно что возникнут какие-то новые идеи в коллективе для того чтобы какие-то моменты улучшить суть общего принципа изложена на слайде есть как в общем-то суть любой модели это вход в процесс и выход то есть блок ввода данных блок обработки данных и блок представления данных в зависимости от разных подходов моделей та или иная часть тот или иной компонент этого общего алгоритма может быть увеличен уменьшен в большей степени нагружен или наоборот упрощен в нашем случае блок ввода данных следующий слайд конечно же является наиболее крупным то есть наиболее емким затраты емким ресурсы и первые компоненты вода там всего семь будет необходимых компонентов вода данных начинается работа с этим инструментом этой платформы с выбора диагнозов выбора диагнозов на основании имеющейся классификатора болезни пока что у нас классификатор болезни номер 10 мы использовали его и я думаю что в какое-то время это будет актуально возникало вопрос как изначально конечно возникал вопрос вообще на какой платформе сделать и он до сих пор в общем-то у нас существует но мы это в конце нашего доклада еще раз этот вопрос зададим сами себе вот и на первом этапе как правильно выбрать диагнозы из всех возможных формулировок которые есть в классификаторе болезни и даже больше то что мы знаем что МКБ 10 он имеет свои ограничения связанные с в общем-то с прогрессом в медицине с изменением формулировок диагнозов изменением подходов к диагностике к классификации болезней но тем не менее это то что есть то на чем основана система отчетности и лекарственного обеспечения что самое важное потому что точка зрения которой мы всегда придерживаемся когда говорим об арсенале лекарственных препаратов это точка зрения того кто расходует бюджетное средство на льготное лекарственное обеспечение то есть это вот ту точку зрения которую мы в первую очередь смотрели это непосредственно система здравоохранения и система лекарственного обеспечения и так на первом этапе поиск да нужно осуществить поиск по всем диагнозам соответственно для поиска может быть использованы разные движки поисковые да алгоритмы поисковые и в данном случае нам нужно было их лимитировать только нашей платформы да то есть у нас здесь мы не можем привлекать поиск во внешних ресурсах мы сейчас пока говорим про поиск только диагнозов потом ну вот в данном случае мы например по поисковой фразе ревматоид да нашлось какое-то большое количество диагнозов из всех формулировок и возникает вопрос как сколько их можно оставить да потому что есть ресурс как программы так и человека да если их будет очень много соответственно просто вот эти вот галочки которые человек выбирает ставит они могут быть да это может быть очень сложно и неподъемно даже для пользователя соответственно возникает вопрос какой именно цифры следует ограничить количество этих диагнозов следующее после того как мы уже выбрали диагнозы определились и поставили что нас интересуют только те определенные диагнозы мы вот они да выбираются здесь из тех которые были ну мы опробовали в первую очередь конечно эту модель на ревматологии ревматологических диагнозах просто здесь как пример да и можно получить данные уже дальше следующие об лекарственных препаратах соответственно есть предыдущий все таки я имею в виду возникает вопрос по доступу к данных и по структуре и однотипности данных на уровне города Москвы мы имеем дело с доступными данными по меж ведомственному взаимодействию по лекарственному обеспечению в рамках отпуска лекарственных препаратов по рецептам врача соответственно насколько такие именно формат данных может быть применим и получен из других источников это остается открытым этот вопрос и насколько эти данные должны быть структурированы и потому что программа работать может только со структурированными определенными данными по определенным четким форматам тем не менее мы подгрузили данные которые получили большой список здесь представленная часть где следует ограничить те лекарственные препараты которые по этому диагнозу были выписаны и отпущены да здесь просто пользователь выбирает те лекарственные препараты которые допустим он хочет оценить в рамках этой платформы можно выбрать все но опять же насколько будет удобным пользователю эти препараты использовать и возникает следующий вопрос здесь препараты которые у нас представлены по международному депутентованному именованию по манане и система нашей закупки она тоже по манане и в общем-то система учета система листинга то есть формирование списков лекарственных препаратов она в общем-то в основном базируется только на международных непонятованных именованиях но в пилотном проекте мы выявили что существует разница как восприятие так и в эффективности в реальной клинической практике оценки ценности разных лекарственных препаратов биоаналогов в частности и причем вот в других работах тоже это можно посмотреть наших существенных разница очень существенная после подруск вот этих данных выбора тех препаратов которые нам интересны по тому диагнозу который мы выбрали соответственно можно проверить и посмотреть действительно ли эти данные которые мы подгрузили из источника они адекватно соответствуют нашему восприятию а также можно их полностью изменить либо ввести вручную следующий четвертый пункт блоков отдых данных это важно уточнение контингентов пациентов и клинических ситуаций потому что известно что только диагноза одного который в рамках МКБ может оказаться недостаточным и здесь в помере того как эта программа будет внедряться и использоваться вероятно будет дальше расширение именно структуры контингентов пациентов детализация и клинических ситуаций то есть вот здесь можно выбрать диагноз выбрать тот лекарственный препарат который мы уже до предыдущих этапов выбрали и специфицировать какое-то уточнение клинической ситуации или в данном случае контингента то есть возраст определенный либо ну это просто пользователь пишет собственное представление потому что таких данных фиксированных где-то нет они очень специфичны можно также добавить кнопочку добавить уточнение в том числе может быть использование препаратов в комбинации с другими препаратами использование препаратов у пациентов с каким-то определенным уровнем каких-то показателей в том числе результатов генетического тестирования и так далее и важное после того что мы это уточнили поняли получили уже данные по стоимости препаратов по затратности для бюджета переходим к формулировкам вот формулировки они пока что те которые мы здесь написали конечно же в процессе разработки они изменяются и администратор этой программы имеет возможность имеет право их изменить пользователи мы пока приняли решение что пользователи все-таки формулировки критериев количество критериев и формулировки ответов на них он пока что не может изменять потому что они все-таки должны иметь какую-то четкую структуру опять же ну и вот здесь влияние это те критерии ценности над которыми мы работаем довольно давно и много и работаем не только мы тем не менее какие бы критерии ценности это не были и где бы они ни были ни были приняты они сводятся по сути к расчету к оценке относительно терапевтической ценности лекарственных препаратов в шкале от отсутствия ценности 0 до 100% но как бы максимально вот по критериям да то есть мы выбрали те критерии которые важны их сформулировали так как они здесь написаны но у нас все-таки я так думаю что не буду останавливаться по желанию можно это прочитать либо ознакомиться с этим позже но суть этого сильно не меняется меняется же именно непосредственно тот предмет нашего доклада это программа после того что мы посмотрели просто критерий ценности как ознакомились мы можем по каждому критерию получить данные по весу этого критерия то есть сформировать форму сбора данных в этой программе и направить ее определенным экспертом которые нам могут подкорректировать эти данные то есть мы собираем эти данные от какого-то количества экспертов от одного двух больше по мере развития этой программы либо выбираем направляем можно сформировать такую форму и отправить ее по e-mail и тот кто ее получил эксперт который имеет высокий уровень значимости для принятия решений и понимает все-таки насколько важно то или иное решение для системы здравоохранения он определяет какие критерии наиболее важны для системы здравоохранения и принятия решений важно опять же вопросы возникают с правильностью формулировки то что можно в дальнейшем уточнять и улучшать и совершенствовать способ сбора вопрос что в данном случае мы предлагаем просто собирать это индивидуально по e-mail либо через ссылку по e-mail и вопрос связан с обработкой опять же но это внутренние данные которые уже непосредственно внутренний процесс который связан с тем как будет собрано это данное потому что можно собрать данные как мы предлагаем в данном случае можно собрать данные таблично либо есть еще следующее направление можно собрать с применением метода стандартно-азартной игры то есть когда будут просто задаваться разные вопросы и разные ситуации и респондент будет как бы отвечать на них односложно да нет скажем так то есть это тоже возможно и на перспективу такие элементы усложнения и совершенствования они возможны и объективизации тем не менее для того чтобы эта система заработала хотя бы на первых шагах достаточно использовать и то что уже у нас есть да то есть просто формулировки насколько важно и рекомендация да насколько система здравоохранения важны или как вы его можете рекомендовать да приводит к полному восстановлению ожидаемой продолжительной жизни до общеполитационной да после этого когда у нас уже имеются данные по весу критериев следующее и у нас имеется перечень клинических ситуаций диагнозов лекарственных препаратов по каждому лекарственному препарату мы можем сформировать форму сбора данных отправить ее опять же эксперту вернуть ее обратно и встроить в нашу программу по оценке относительно требующихся ценностей каждого лекарственного препарата в данной версии мы опять же предлагаем формулировки конечные у нас опыт есть вот сейчас даже публикация уже готова когда попробовали использовать другой подход с более четким разделением по процентам более детально и в итоге получили после обработки результаты которые в общем-то соответствуют и даже немножко как бы сказать более разрозненные чем те результаты которые мы получили шкальным методом да вот этот метод шкальный когда просто вот от нуля до десяти просто человек указывает значение где он знает ноль полный и десять да но опять же здесь важны формулировки и есть направление да опять же как улучшить объективизировать сбор данных по относительно теоретической ценности именно лекарственных препаратов следующее это вот то что было семь водных данных блоков да скажем разделов и не будем обращаться к блоку внутренней обработки данных которые в принципе у нас не такой глубокий вопрос представления данных то есть как вот это вот такой паноприборная доска должна выглядеть да то есть первое состоит из трех компонентов первое это текущая ситуация второе будет на следующем пока что мы здесь посмотрим да второе это возможные сценарии и третье это добавление нового препарата ну как бы по большому счету идет под вторым да то есть в данном случае вот текущая ситуация которая демонстрирует основные да наши показатели это сумма затрат бюджета и общая ценность да общая относительно термотическая ценность которую мы получили и та структура распределения мы ее очень сильно здесь ограничили до трех препаратов целью иллюстративности и опять же вопрос количества данных потому что когда данных становится очень много сто там тысячи даже может быть этих случаев тысячи данных то есть это очень сложно будет конечно для восприятия и этот вопрос остается пока что открытым тем не менее если мы просто оценим эти данные и перейдем к следующему слайду по новому по созданию новых сценариев моделированию ситуации здесь есть кроме того что сумма затрат бюджета и общая ценность которой мы будем ожидать вот изменения структуры то есть изменение структуры каким образом мы можем моделировать мы можем уменьшить объем потребления какого-то одного лекарственного препарата и увеличить объем потребления других лекарственных препаратов соответственно если мы выбираем сократить нажимаем кнопочку мы выбираем опять же тот лекарственный препарат который мы хотим сократить насколько то что нужно понимать что просто так сократить мы не можем то что же здесь важны именно экспертность, и мы к этому вопросу, на других докладах, когда мы обсуждали вопросы, возвращались к тому, что экспертность клиницистов очень важна, и в данном случае в том числе и очень важна. Добавить, здесь программа выдает, подсвечивает экономию бюджета, либо дополнительную ценность. Соответственно, если она отрицательная, она выделяется красным, то есть отрицательная экономия бюджета, то есть дополнительные затраты необходимые, и выдает подсказку о том, что можно на выделившиеся средства дополнительно использовать их на какие-то другие препараты. Тем не менее, для ориентира можно использовать то соотношение затратности и ценности, также можно добавить новый препарат, последний, в общем, завершающий, такой тоже, потому что когда мы нажимаем на кнопку добавить, добавление нового препарата в систему, нам нужно пройти вместе с этим препаратом все компоненты сбора данных, то есть ввести название препарата, выбрать диагнозы, то же самое с тем же поиском для этого препарата, детализировать клиническую ситуацию и контингента пациентов, указать стоимость этого препарата, ожидаемое количество пациентов на этом препарате, пока что, да, вот так, и запросить всю форму сбора данных по значению критериев ценности лекарственного препарата, то есть, да, и потом уже перейти к блоку оценки, то есть насколько использована этого препарата, может оказать влияние на сумму затрат бюджета и приведет к увеличению, либо сокращению, изменению общей терапевтической ценности в системе лекарственного обеспечения на те препараты, те нозологии, ситуации и так далее, которые выбраны для анализа. В итоге, конечно же, когда эта система будет наполняться современными данными, по разным данным по ценности, по препаратам, новыми диагнозами, не исключен переход к тотальному использованию этой системы для всех лекарственных препаратов, которые используются в рамках системы льготного лекарственного обеспечения, а не только в рамках каких-то определенных пилотных проектов и тех лекарственных препаратов, которые используются для каких-то определенных нозологий. Спасибо. Александр Геннадьевич, коллеги, данная система, данная модель является результатом научной деятельности Александра Геннадьевича и нашего отдела. Мы в настоящее время уже завершаем ее разработку. Мне кажется, это было бы крайне интересно показать эту презентацию тоже лицам, принимающим решения, и в том числе на нашем научно-методическом совете нашего института, потому что там участвует очень много людей, которые работают в ОМО, которые в нашем институте собраны, то есть организационно-методических отделов, чтобы им представить возможности, которые дает эта система. Насколько я понимаю, она находится на конечной стадии разработки. Да, в целом, да, можно так сказать. На самом деле, здесь такой нюанс, что на конечном этапе разработки он находится уже довольно давно. Да, но я просто предлагаю ее завершить, затем показать организационно-методическим отделам для того, чтобы они могли дать свои комментарии и еще ее доработать, потому что это бесконечный, я думаю, вопрос доработки к совершенству и переработки постоянно меняющихся миру и условиям. Спасибо большое. Спасибо. И у нас осталось пять минут для последнего доклада. Я постараюсь, ну, пять минут я не уложусь, но я хочу затронуть основные моменты, которые хотелось бы сказать. Коллеги, фармакоэкономика родилась в целом в ответ на то, что были лекарственные препараты, были методы лечения, они отличались по стоимости. И изначально стоимость была главным определяющим фактором, что закупалось. В настоящее время мы понимаем, что кроме стоимости нужно еще учитывать эффективность лекарственных препаратов или других медицинских технологий. Следующий след, пожалуйста. Как вы хорошо знаете, принятие решений в здравоохранении это особенное принятие решений, влияют на него разные условия, разные факторы. Следующий след, пожалуйста. И когда мы принимаем решения в здравоохранении, нам прежде всего нужно ответить на вопросы, связанные с эффективностью и безопасностью данной медицинской технологии, но также имеем ли мы в наших условиях средства на финансирование данной медицинской технологии, а также другие вопросы, связанные с этическим и социальным применением медицинской технологии в данной системе здравоохранения. Следующий след. Итак, в нашем понимании оценка медицинской технологии мы, как фармакоэкономисты, которые проводят оценку медицинской технологии, поддерживаем принятие обоснованных решений в здравоохранении. Следующий след, пожалуйста. Как вы хорошо знаете, существует несколько видов фармакоэкономического анализа, позже я расскажу подробнее. Следующий след, пожалуйста. Результатом, который чаще всего применяется в классическом фармакоэкономическом анализе является инкрементальный показатель затраты эффективности. Но я сегодня хочу доказать, что это не главный и не решающий фактор, который должен приниматься в принятии решений здравоохранения. Следующий след, пожалуйста. Итак, мы перешли от анализа к анализу, от степени сложности вмешательства, социальной значимости, анализа затраты эффективности, потребность в лечении и влияние на бюджет. Эти все факторы влияют на развитие другого вида анализа, который должен приниматься в настоящее время в оценке медицинской технологии. Следующий след, пожалуйста. Данный вид анализа – это мультикорритериальный анализ принятия решений. Его, можно сказать, представителем является анализ ценно-ценность. Но в целом мультикорритериальный анализ принятия решений применяется не только в здравоохранении, а в разных видах принятия решений в целом в жизни. Следующий след, пожалуйста. В настоящее время ом здравоохранении применяется прежде всего в орфанных, дорогостоящих медицинских технологиях из-за их больших затрат и маленького количества пациентов, так как в этих заболеваниях коэффициент ICER, про который я говорила ранее, в этих технологиях приводит к отсутствию государственного финансирования. А за этим идет часто отсутствие лечения для больных. Однако также есть заболевания, в которых чистый подход экономической эффективности, то есть чистый фармакоэкономический анализ тоже недостаточен. Это, например, онкологические больные, потому что у них существуют разные критерии оценки эффективности лекарственной терапии, например, или применения других медицинских технологий. Следующий след, пожалуйста. И в основу сегодняшнего MCDA положена гипотеза, что традиционно фармакоэкономические подходы недостаточны для оценки некоторых медицинских технологий, а также гипотеза, что самое главное в принятии решений в здравоохранении это равенство в отношении ко всем пациентам. И также гипотеза, про которую говорил, например, сегодня тоже Александр, что много субъективных оценок приводит, возможно, к одной объективной. Следующий след, пожалуйста. Это очень интересный слайд. Я тут постаралась сравнить разные виды фармакоэкономических анализов, в том числе тут, может быть, в зале не видно, может быть, нашим зрителям видно, и мультикритериального анализа принятия решений. Как вы видите, разные результаты, разные преимущества, которые включаются в анализ, а также по-разному выражается компромисс между здоровьем и потреблением. Не буду подробно останавливаться. Кому интересно, может изучить чуть позже. Следующий след, пожалуйста. Итак, мультикритериальный анализ принятия решений принимается там, где существуют многие противоречивые критерии, в которых нужно учесть интересы многочисленных заинтересованных сторон и в которых имеется определенное ограничение. Следующий след, пожалуйста. Примерами являются онкологические заболевания, которые примерно в течение можно показать следующим образом. Существует диагноз, затем существует лечение, затем, к сожалению, наступает также прогрессирование, ремиссия, затем прогрессирование, и это все, к сожалению, сводится к смерти. Кроме того, что измеряется эффективность лечения, эффективность выживания без прогрессии и общая выживаемость, что отмечено кружочками рядом с этапами течения заболевания, также изучается размер, метастазы и разные другие критерии эффективности. Но во всех моментах течения онкологического, например, заболевания следует не забывать, что кого мы лечим, лечим и пациента, то есть в любом моменте мы должны учитывать качество жизни пациента. Не является ли оно хуже для него, чем, возможно, сокращенная продолжительность жизни и отсутствие лечения? Следующий слайд, пожалуйста. Показатели эффективности оказания медицинской помощи существуют самые разные. С точки зрения системы это показатель летальности пациентов, безопасность, частота повторных госпитализаций и другие. Но я хочу еще раз обратить внимание, что в зарубежных исследованиях все чаще принимается во внимание удовлетворенность пациента. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, удовлетворенность пациента измеряется результатами сообщаемых пациентами. Следующий слайд, пожалуйста. Они отличаются от разных других видов результатов. пациент, только пациент может рассказать о многих вещах, таких как мысли, жалобы, мнения, которые не могут быть представлены ни технологией, ни любым наблюдателем, ни любым методом изучения его состояния здоровья. Следующий слайд, пожалуйста. Результаты сообщаемых пациентам не следует путать с результатами, ориентированными на пациента и с результатами, показателями опыта сообщаемых пациентами. Следующий слайд. Также результаты сообщаемых пациентам могут быть собраны с помощью анкет, которые пациент заполняет самостоятельно или путем опроса пациентов, но только если интервьюер узнает мнение пациента и не использует ответы для профессиональной оценки суждения, то есть он у него спрашивает, но сам не оценивает то, как пациент себя чувствует. Следующий слайд, пожалуйста. Тут общий слайд про качество жизни не только пациентов, а вообще в целом наших. На него складывается и восприятие здоровья, и функциональный и психосоциальный статус. Следующий слайд. В результате измерения качества жизни мы получаем дополнительный год с поправкой на качество жизни, про который я говорила на мероприятиях раньше, в следующий слайд. И качество жизни можем измерять разными опросниками, про это я тоже рассказывала ранее. Следующий слайд, пожалуйста. И как вы видите, например, если мы посмотрим на качество жизни популяции и онкологических пациентов больных раком легкого, оно сильно отличается в московской популяции от онкологических пациентов. Но самое большое, что интересно, различие качества жизни есть в возрастной группе 25-34. Предположительно, тогда пациенты хуже всего ощущают диагноз, потому что им кажется, что в данный момент у них все впереди, и данный диагноз может на них, прежде всего, повлиять на их психосоциальный статус. А с возрастом этот диагноз уже воспринимается пациентами менее строго, менее ужасно. Следующий слайд, пожалуйста. И если мы сравним применение результатов, сообщаемых пациентами у разных в онкологии в 2004 году, это было 14% клинических исследований и в 2013-м 27% клинических исследований, в которых применялись результаты, сообщаемых пациентами. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, переходя к ответу на вопрос, какие кроме стоимости медицинских технологий следует принимать критерия эффективности, кажется очевидным, что качество жизни, особенно у онкологических пациентов, должен применяться как один из критериев мультикриториального анализа принятия решений при назначении ему терапии. То есть мы также должны не только учитывать эффективность стоимости, но также то, как данные медицинские технологии влияют на пациентов. Спасибо, если есть вопросы. Тогда разрешите закончить нашу секцию. Спасибо большое всем участникам, организаторам и до новых встреч.